Вот так, господа мои, КПРФ в Магнитогорске выиграла выборы. Ну, представляете, не было кандидата, не было и все. Но благодаря обычной деятельности, без баннеров, а просто на точках, и вот вам правило, вот оно. То есть, Магнитогорск – мудрый город, при этом я вам говорю еще и осторожный. Когда мне говорят про тупизну, я вам объясняю практику. Вы внимательно посмотрите на город Металургов, и вот вам будущее нашей жизни. Больше машин на газу, большее количество колбасит сетевые центры. Мы понимаем, что лучшее качество – и это своя продукция. Очень неплохой город, хоть и мудрый, но очень неплохой. И поэтому даже в типа одноплановом городе идет строительство, и город реально неплох. И в нашем городе население не меняется, а увеличивается за счет притока иммигрантов из любимой Азии и части ненаглядной Европы. К слову, часть едет в Москву, и не въехав в центр, вернулась сюда же. Втирать мне не надо, я сам это видел. При этом с ценами на все выше, чем в Москве, но надо понимать, что это не московская недвижимость. Вот вам качество, прописанное в выборах. Около 30 тысяч печатной продукции. Это газеты, листовки. 30 тысяч. Вы помните, что в самые последние дни я либо лично к кому-то пачку подвозил, либо кому-то еще каким-то образом доставляли вот эту печатную продукцию. Вот. И в итоге у нас то, что нам привезли, видите, стол пустой, ничего не осталось. Все полностью реализовали. В былые времена, я помню, все-таки, ну, бывало, оставалось. А тут мы полностью все, все отдали. Ни одной листовки не осталось. Ни одной газеты. Так. Что касается самого, самой предвыборной агитации. Да, не было у нас баннеров, ограниченные ресурсами мы были здесь. Все наблюдатели, члены комиссии права совещательного голоса, деньги получили, по тысячу рублей им дали. По ЛДПР видели, баннеры везде висели. На нефтах реклама была у нас. Абсолютно никакой особой. Предвыборной агитации наглядно не было, потому что были ограничены областной комитет в денежных ресурсах. И не было ни баннеров. И очень мало предвыборной листовочной агитации было. Нам досталось 3000 листовок. Хотя там было написано, что тираж 30 тысяч на Циевском. Помните вот эту листовочку двухстороннюю? 30 тысяч. Нам досталось в Магнитогорску. 3000. 3000. Остальные 27 тысяч ушли на всю область. Ну и по дню голосования наши члены комиссии с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, ну вот так получилось, парализовали работу вот этого контактного центра, который в Челябинске работал. То есть настолько массово наши товарищи звонили туда, вот по тем контактным телефонам, которые были нам выделены для того, чтобы информировать о явке. И об итоге голосовали, что там просто попросили не звонить. Потому что в основном Магнитогорский звонил. Кто сейчас у власти? Единороссы. Да вы все такие. К слову, все ваши законы не для россиян. Сколько вы можете жрать-то с шиком? То есть в нормальных странах все, кто работает на государство, работают по смыслу жизни и за бесплатно, как в Америке. Мэр получает далеко не высокую зарплату. А работники мэрии ездят на своих автомобилях, работают за идею. И всем всего хватает. Вы не знали, но это так. Что мы сейчас имеем? Олигархически полицейское государство с ворами. И когда мне говорят, как видит Бог Россию. А как вы можете понять, что Бог не понимает, что вы голосуете за них? За кого вы голосуете, а? Ну что было красивого и сделанного для жизни? По сути ничего. Где детские сады? Где школы? Где институты? Где бесплатные медицины? Нету нигде. И это удовольствие? Да не гоните. Как автомобилист я говорю, что нет нормальных машин. Тупорылая растаможка. Вы посмотрите, на чем ездят грузины и армяне, а также южане. Вот у них тема. Но не получается. Так извините, двигатель от 3 до 6 литров с нашими ограничениями жрет по дороге меньше полутора. А вы не знали, так знайте, на 6 литрах движка из Яката до Магнитогорска доехал на 50 литрах бензина. Что это такое? Это сила. К слову о цене. Там это стоит штуку две. У нас 12-13 тысяч долларов с нашей мизерной зарплатой. Нашим олигархам, коих 300 по сути, легко назначить депутатов. А вы не знали? Депутатов всех уровней. Да им проще делиться сонами и гнобить население. Проще скинуть пару лямчиков долларов в эквиваленте, чем делиться тем, чего в природе у них нет. Потому что они используют то, что построили наши предки. Разбирая то, чем зарабатывали наши отцы, не делясь ни с кем. Вот это уже о наших депутатах. То есть коррупция Москвы есть и в Магнитогорске. И вот вам вариант следующих выборов через год. Сейчас наши мелкие олигархи типа будут с вами делиться и говорить о дорогах. Так вот, сами дороги это детище Платона. Вот что нужно. Дороги хороши. Но убрав трамвай, который реально достал горожан, развернувшись к троллейбусам, что делается в Тюмени, и эти троллейбусы стоят в 5 раз дешевле трамваев, можно с большим удовольствием переезжать перекрестки и расширить дороги в разы. Убрав трамвайные пути. Ими практически никто не пользуется. И вот вам дороги. Теперь сказки про парки и про тротуары. Сколько денег туда влупливается, в вашу мать. Поэтому Москва, детище нашего государства, живет лучше. Туда доллары рекой текут. Так же и у нас. Выкинув бюрократов. Нормально сформировав бюджет. Так дайте пенсионерам по 2-3, а может быть и по 5 тысяч. Кто нахрен строил наш город? Дайте им деньги. Но вот тогда еще как-то. То есть поберегите ваши голоса, потому как именно пенсионеры голосуют. В принципе сделать это можно, развернув депутатский корпус лицом к народу. Народ строил, а не вы. Вы воруете. Что для этого нужно? Правильно. Голосование. Вы видите, как это делается. Кого колбасили, но кто показал? Коммунистов пытались закосить, но правила едины. Кто говорит и кто делает? По сути тот, для кого народ развернулся более сотни лет назад. Кто из говеного феодального государства сделал лучшее событие, в котором все было бесплатно. Кто из говна Второй мировой за 8 лет шлепанул, мудил из олигархов. Кто показал лучшее правило, которое сейчас рулит и в Европе. Это был Советский Союз. И поэтому лучшая часть Европы, и это социальная направленность. Да, да, да. А лучшее качество жизни, и это только коммунизм. То есть две большие мировые державы, в которых все живут бесплатно, живут. Отлично. То есть КПСС, рухнувшие в пучину демократии, остается верно своим словам. Мы хотим вернуть вам награбленное. Так вот, за кого вам голосовать-то нужно? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова